Короче, хотите быстренько расскажу историю, которая сегодня меня просто чуть-чуть изнасиловала морально. Я мастер маникюра с Харькова, сейчас работаю в Польше, и зачастую ко мне приходят польки, ну не знаю, мне с ними комфортнее работать. Сегодня пришла мадам, она украинка, я украинка, думаю, все супер, свои люди, вот сегодня поиграем в маникюры. И такая ситуация, я слышу, она там бэ-мэ-мэ-бэ, я говорю, если хотите, мы можем разговаривать типа на русском языке. Вопрос сразу, откуда вы? Я говорю, я из Украины. Он говорит, а в Украине говорят на ридней мове. Я говорю, да, круто, но я с Харькова, у меня есть такие слова, как трембель, клепки сет. И много таких слов, но не буду жаргон сплетать. Дошло до того, что она мне говорит, послушай, а либо ты сейчас мне паспорт показываешь, что ты украиночка, либо я сейчас звоню своим друзьям, и они тебе разукрасят твою милую физиономию, потому что украинки должны говорить, боже, только на ридней мове. Ребята, у меня, блядь, харьковский язык, это харьковский. Я разговариваю на харьковском языке. И не нужно, пожалуйста, доносить до меня, что я люблю свою страну, я люблю свой город, я люблю украинцев, которые не быдло, которые нормальные украинцы. Вот ведь интересно, я помню Зеленского лет 10 назад, он бегал по яме, так называемой, здание ВГТРК. Какой-то проект они делали вместе с Лазаревой Татьяной, Танюсиком, который он в рот заглядывал. Вот, и случайно оказался я за столом в Порте, такой был сербский, по-моему, ресторан, куда все телевизионщики ходили, кто работал на ВГТРК. И, кстати, там в Зеленске несколько раз возвращался к той теме, что он на мове, на ридной мове, говорить не умеет, слов несколько знает, но вот что вот прям понимать, понимает, а говорить не может. Интересные, да, девки пляшут?